отличается от кризисов 1991, 1998 и 2008 годов. Особенности переходного периода распада Бриттенвудской системы. Стратегия бизнеса на 2023 год. Особенности взаимодействия с конкурентами. Информационное агентство «Аврора» приглашает вас принять участие в авторской конференции Фонда экономических исследований Михаила Хазина. Что делать в 2023 году? Чем нынешний кризис отличается от кризисов 1991, 1998 и 2008 годов? Особенности переходного периода распада Бриттенвудской системы. Стратегия бизнеса на 2023 год. Особенности взаимодействия с конкурентами, государствами и банками. Михаил Хазин, Карене Геворгян и Дмитрий Евстафьев дают свои рекомендации и предложения для выстраивания личного победного курса. Ждем вас 25 февраля в Хаят Реджинси Москоупетровский парк. Подробнее о мероприятии по ссылке в описании к этому видео. В эфире Радио Аврора. Здравствуйте, товарищи. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. У нас в студии сегодня Андрей Безруков, профессор МГИМО, член Совета по внешней оборонной политике. И Михаил Делягин, депутат фракции «Справедливая Россия за правду» в Госдуме, экономист. Нет, я тоже член Совета по внешней оборонной политике. Прекрасно. Клянусь, хотелось бы, чтобы кого-нибудь представили в качестве мозга этой организации, но боюсь, что не нужно. Но это уже мозговой штурм, который мы оставим где-то за рамками эфира. А пока попытаемся выяснить истинные причины нынешнего противостояния России и коллективного Запада. Что это? Закономерный геополитический конфликт цивилизации или глобальная внутриэлитная разборка? Михаил Геннадьевич, ну давайте с позиции мозга начнем. Хорошо. Ну, Андрей Легович, меня поправят, когда я скажу глупость. Значит, фундаментальных причин, на мой взгляд, две. Первое, глобальный экономический кризис, когда заканчивается не просто там какой-то капитализм, а просто рыночные отношения заканчиваются. В кризисе всегда не хватает ресурсов. Люди взрослые, в отличие от людей интеллигентных, когда не хватает ресурсов, вместо того, кто виноват, начинают обсуждать, кого мы будем кушать. Это обсуждение в полный рост, ну, перешло в открытую фазу в ходе кризиса 2008-2009 годов. До этого оно было, так сказать, немножко сантиментами прикрыто, а тогда оно стало открыто. А в 2013 году Владимир Владимирович Путин выступил на Алдайском форуме, кстати, и торжественно провозгласил наши духовные скрепы. Для нас это было, в общем, довольно злорядным событием внутреполитической повестки дня, а для Запада это была декларация ценностной несовместимости. Потому что к тому времени информационные технологии создали возможность трансформировать человека очень сильно, очень глубоко. А с точки зрения рынка, с точки зрения бизнеса, когда человек становится другим, когда его трансформируют, то он начинает по-другому потреблять. Если он меньше времени тратит на воспитание детей, то он больше потребляет. То есть трансформация человека, то, что мы называем всеми этими сексуальными извращениями, на самом деле это очень широкий спектр поведенческих отклонений, не только сексуальных, это другое поведение человека, который включает в себя, а, другой тип спроса, и, б, увеличение спроса. То есть это тот самый дефицит, который является главным дефицитом современного мира. Соответственно, Запад, который сложился как цивилизация в рамках капитализма, чтобы не там про Римскую империю нам не рассказывали, и который в рамках развития капитализма считает искренне главной целью жизни прибыль, для них вопроса не было, что если можно для расширения рынка трансформировать человека, значит, его нужно трансформировать. В чем проблема? Как мне один товарищ сказал, какая разница, какой отверткой я отворачиваю винт, красная ручка или синяя ручка? Я отворачиваю, я решаю проблему. Мы точно так же, как Запад, никакой проблемы не заметили, но совершенно другой точки зрения. Хотя мы, в общем, не слишком гуманно друг по отношению к другу, и не очень хорошо, и много думаешь, что такое человек, но мы живем ради человека. И для нас трансформировать человека ради каких-то там денег, это точно такая же нелепость, как для Запада от этого отказывается. И то, что для нас было, в общем, нормальным этапом развития внутриполитической повестки дня, для Запада была декларация ценностной несовместимости. Вот в сентябре, товарищ президент, нам про это рассказал, про то, что не нужно, чтобы гомосексуалисты развращали детей, пусть они, так сказать, ограничиваются взрослыми. А в ноябре начался украинский Майдан. Это уже был акт войны. Уже стало понятно, окончательно, для тех, кто там запутался, не занимался никогда историей, кого мы сегодня будем кушать. Вот и все. То есть, это не Мюнхенский путь Путина послужил идеологической основой. Мюнхенский путь, извиняюсь, был не у Путина. Это ироничный мем. Ну, можно считать, что это мюнхенское выступление. В свое время ужасно обиделись в декабре 99-го года на выступление Бориса Николаевича в Стамбуле, по-моему. Ну, люди, которые профессионально умеют обижаться, всегда найдут к чему придраться. Вот если фундаментальные вещи, окончательно, предварительно это были еще и раньше. Предварительно были, когда проект Ману Беттона в 67-м году был перехвачен американцами у нас. Вот это стало уже точкой невозвратной. Ну, а наша замечательная дипломатия, ну что, на применение химического оружия наша дипломатия ответила чем? Приглашением солиста Пинк Флойд в ООН. Я считаю, что это достойный ответ, по крайней мере, достойный нашей дипломатии. Мягкая сила, о которой так много говорят. Виагра бы немножко этой мягкой силы. Ну, сама малость. Андрей Олегович, ну тоже с позиции мозгового штурма. Вы считаете, что именно в этом причина, в том, что Запад поставил нам ультиматум, трансгуманируйся или умри? Не было ультиматума. Не было ультиматума. Понимаете, когда вас кушают, нет ультиматума. Вы котлете в холодильнике, ультиматум не предъявляете. Вы ее просто кушаете. То есть, если представим, что наша власть скажет, хорошо, мы будем трансгуманировать население, они бы скушали и Крым, и Донбасс, и все остальное. Только вот позвольте нашим ценностям у вас внедриться. В этом проблема разве? Слушай, я так сложно не хочу. Я попытаюсь просто смотреть на ту же самую проблему. Понимаете, вот такая проблема, на нее можно смотреть с разных точек зрения, у нее разные там есть уровни, там. Ну, она, я не знаю, многомерна. Вот я попытаюсь со своей точки зрения подойти и посмотреть с той, как я ее вижу. Ну, во-первых, почему решили покушать Россию? Ну, потому что она оказалась слабой. Слабых всегда едят. Слабых и одиноких. Это закон джунглей, правильно, да? На стадо бизонов ни один нормальный лев с нормальным, так сказать, инстинктом нападать не собирается, потому что он понимает, что он получит. Ну, кого-то он укусит там, но остальные его просто затопчут. И если вы ходите один, да вы еще больной, и у вас там кровь сочится, вас уже где-то покусали, ну, конечно, все гиены прибегут, не только львы, а вообще там и стервятники уже прилетят до того, как вас съели, да? А вот Россия в их глазах, и надо сказать, не только в их глазах, оказалась к нашему времени, не вот к нашему времени, 24 февраля прошлого года, а за несколько лет до того, как у них сложилось, а кого будем кушать и что будем вообще делать, сложилась ситуация, когда они честно оценили, сказали, слушайте, а можно съесть, почему бы нет? Я думаю, получится. Почему? Потому что у них было... К ним мы вернемся чуть позже, а вот по поводу жертвы можно сказать сейчас. Жертва выглядела жертвой по трем причинам. То есть я не говорю, как мы это видим, я скажу, как они это видят. Во-первых, Россия им казалась до последнего момента, сейчас они просто начали немножко менять акценты, потому что столкнулись с чем-то более жестким, чем мягкая сила. Во-первых, она казалась угасающей державой. То есть плохая демография, медленная экономика, очень многонациональная, с неадекватной элитой, которая так и не понимает, куда страну везти, которая половина живет в Лондоне, половина не знает, так сказать, что дальше с деньгами делать, куда их вывозить. И поскольку Россия кажется угасающей, ну почему бы ей не помочь угаснуть? Тем более, что мы же всем прайдом и всем там еще и со всеми остальными, а она одна. Второй вопрос это то, что она на самом деле вроде как одна и никто не придет на помощь. Когда мы начнем реально кусать, все остальные испугаются, если, ну просто по крайней мере промолчат, но уж помогать точно не будут. То есть почему? Потому что у американцев, по крайней мере, сложилось такое ощущение, что Россия и Китай две вещи несовместные. То есть как бы Си и Путин там не говорили, что у нас дружба навек и у нас больше, чем стратегическое партнерство, на самом деле это все ширма, а противоречия между двумя странами таковы, что они никогда не приведут ни к какому ни союзу, ни вообще-то к какому-то нормальному взаимодействию. Поэтому можно кусать Россию, не ожидая того, что ей кто-то будет помогать, тем более Китай. И третье это то, что убедившись за сто лет несколько раз и последний раз не так давно, в конце 80-х, начале 90-х годов, что российская элита всегда готова предать. Если на нее чуть-чуть надавить, если ее чуть-чуть напугать, она побежит договариваться и мы получим все, что угодно, а наши англосаксонские друзья, они ведь в отличие от нас, фантазеров, люди очень практичные, они не строят великих теорий, они смотрят на исторический опыт. Вот так сделали, так получилось, значит, это закон такой, значит, надо еще раз его использовать, он работает. И поскольку у них получилось все прекрасно в 80-х, 90-х годах, они прекрасно понимали, что нужно делать. Здесь под раскачаем, здесь экономику подвернем немножко, здесь кого-то напугаем и все будет нормально. И поскольку вот сложилось такое ощущение, что Россия это жертва, готовая упасть, ну вот и был тогда концентус, пойдем жрать Россию. А вопрос жрать возникает из следующего. То, что на самом деле Запад, концептуально, хищник. Хищник, потому что так сложилось цивилизационно. Я не буду про Римскую империю, это слишком далеко. Но поскольку история всем очевидна, у нас очень большой кусок земли, у нас можно было там уходить далеко в Сибирь, всем чего хватало, Китай тоже очень большая территория, Индия очень большая тоже страна, сама в себе, даже Иран тоже сам. Там получается немножко, можно всегда травки найти для животного и травоядные выживают нормально. А в маленькой Западной Европе травоядные не выживают. Там надо быть хищником, надо бороться за свою территорию, всех кусать, кого-то лезет. Ну и там с Вильгельма завоевателей и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Посмотрите на британский генофонд. Вспомните, что в английском животное это пиг, а място это порк. Потому что выращивали-то пигов бедные, а жрали-то те, кто говорил по-французски, завоеватели. И с тех пор элита никак с точки зрения генофонда не менялась. Это единственная стабильная аристократическая элита, которая как на землю села тогда, так и с этой земли слезла. Они все там, все эти семьи, гены у них те же самые, передаются с поколения в поколение. Они никак не мешались. То есть это хищники и завоеватели. Абсолютно. Того же нельзя сказать про Германию, того же практически нельзя сказать про Францию и так далее. А вот про англосаксов, которые дали вот это чувство хищника. Ну, а если уж по-умному, то если внимательно почитать Пикетти, того же, который делал анализ, вот в своей книжке «Капитал идеология», которая пару лет назад вышла, он очень внимательно анализирует, как же тратились деньги тогда. И вот эта грызня между крупными игроками в Европе тогда, а их было 4-5, иногда 6, которые постоянно между собой воевали, привела к тому, что они тратили много на армию, примерно на уровне 10-13 процентов от экономики всей. То есть у них были деньги, которые шли на вооружение, на вооруженные силы, на захват и так далее. А потом, когда они пошли в мир, когда уже маленькой Европы не хватило, они поехали гравить всех остальных, кто в Америку, кто в Индию, кто еще куда, они пришли с этой армией, на которую тратили 13 процентов всего, так сказать, вот всей экономики, в страны, где тогда, как в Индии или в Индонезии, тратился один процент, то есть которые были в технологическом и вообще военном плане гораздо слабее. Ну и естественно, они всех победили и укрепились в том, что сила есть правда и что хищникам быть хорошо. И до сих пор им никто не сказал, что плохо. Они периодически ходили в чистое поле, каждый раз в сто лет они приходят к нам, то вместе с Наполеоном, то вместе с Гитлером, то вместе с Байденом. Ну и естественно, их натура от этого никак не изменилась. Это тот генофонд и то, как бы это сказать, то поведение, которое стало инстинктом. Когда они видят слабого и одинокого, они на него нападают автоматом. Демографически сегодня наоборот. Население колоний занимает их земли. Таким образом они сами говорят, что они воплачивают как бы историческую компенсацию. Но это будет уже проблема завтрашнего дня. А сегодня они пытаются есть нас. Ну, кстати, Путин, говорящий о том, что Россия должна быть в авангарде антиколониального движения, может быть, она это имеет в виду и это тоже пугает их или задевает и возмущает? Ну, млекопитающие всех стран, соединяйтесь или как-то нет. Травоядные всех стран, соединяйтесь. Динозавры ведь тоже были травоядными. Разные были динозавры. Да, может быть, Россия не медведь и не орёл дугалый, а большой динозавр. Слушайте, быть травоядным – это не значит быть слабым. Слон – травоядное животное, но нет ничего хуже взбешённого слона. Тут уже ни один хищник не устоит и не только хищник. Так что… Да, и слоны отлично могут быть боевыми. И у них очень хорошая память. Кабануще. Как иначе, по поводу слабости, а разве возвращение Крыма это была не демонстрация силы? Знаете, с какой точки зрения смотреть? С точки зрения тактики, да, безусловно. С точки зрения стратегии это была потеря Украины, это была демонстрация слабости. Это была демонстрация непонимания. Не я того, что делал. И какой ценой делал. Так что всё зависит от точки зрения. Единственное, я хотел бы ещё добавить к метафору с хищником, это ещё и свойство капитализма. Капитализм ориентируется, он нуждается в постоянном расширении рынка всё больше, 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 больше. И для того, чтобы расширить рынок, нужно ликвидировать местных производителей. Нужно захватить территорию, установить свои правила. Российская элита. Она не оправдала надежды. Российская что? Ну вот, так называемая элита, элитка, в кавычках обязательно. То есть, олигархи, руководители, те, на кого рассчитывал Запад, по словам Андрея Олеговича, что они сдадутся тут же. Они что, не оправдали надежды? Или они были Западом поставлены в такие условия, что уже сдаваться некуда просто? Ну, Андрея Олеговича, конечно, виднее, по моим ощущениям. Части этой элитки совершенно замечательные, но, будучи фарцовщиками по происхождению, они прекрасно развели своих западных кураторов. Объясняя, что мы будем делать, что вы скажете, мы продиктуем, эта власть будет делать, что и скажет. И когда выяснилось, что они просто тупо обманывали, у некоторых из них начались мелкие неприятности. С одной стороны. С другой стороны, в 2005 году это был единственный случай, когда на многих коммерческих переговорах они велись в стиле, что дорогой товарищ, у вас же есть домик, у вас же есть дачка, у вас же есть квартирка, ваша дочка же учится. Только один человек сказал, я не могу назвать его фамилию, потому что это был частный разговор, и я боюсь, что его здесь у нас за клююту сегодня. Он сказал, ну, ребят, надо забирать, я еще на моем. Но выяснилось, что таких было чуть больше, чем один. Ну и потом, после 2014 года, произошел все-таки перелом сознания в довольно значимой части элиты. Они поняли, что там их ждут жертвы, на которые они не готовы быть. Что лучше побыть здесь. Это далеко не все, это некоторая часть, но этой части хватило. Вынужденный даже не патриотизм, а прагматизм, получается. Выжидательный. Слушайте, как бы сильно сложно отделить мотивацию, но это патриотизм, да. Он такой. У людей, которые данную территорию, скажем, мягче, помягче осваивали и увозили ресурс 35 лет, да, такой патриотизм это хорошо. Это лучше, чем его отсутствие. А с другой стороны, понимаете, когда есть куда бежать, и зачем бежать, то вы не будете здесь бороться за, как бы, так сказать, своих, тех, кто возлагает на вас надежды, даже вас об этом, может быть, не предупредив. Просто убежите. Крымская история была сюрпризом для большей части этой элитки. Да, конечно. Я абсолютно убежден, я ничего не знаю, естественно, я абсолютно убежден, что огромная часть нашей замечательной тусовочки билась руками и ногами, чтобы Крым не входил в состав Российской Федерации. И я думаю, что, так сказать, нынешней рукой, если Крым, их реальная историческая заслуга в том, что они все-таки пробились на верхний уровень и объяснили, что мы вам не Абхазия, если здесь не будет вашей военно-морской базы, то будет натовская, потому что нам от этих одичалых севера надо как-то прикрываться. Бизнес, интересы вполне устраивали наших олигархов, которые прекрасно работали с украинскими партнерами. Я думаю, сейчас прекрасно работают. Почему в прошедшем времени? Наверное. Они же не умерли. Нет, ну, им сложнее, скажем так, работать, но почему же они не создавали политический режим наибольшего благоприятственного, то есть, условно, не создали свою сильную русскую партию, которая бы там была влиятельна. Русскую партию где? На Украине. А, на Украине? Да, да, чтобы защищать свои же бизнес-интересы. Во-первых, они не считались русскими. Ну, это тоже кавычки. Российские олигархи считают себя гражданами мира в лучшем случае, в худшем случае гражданами конкретных Франций. К России они испытывают, ну, брезгливость в лучшем случае. Ну, вот у них там шахта или там что-то такое, из чего они получают прибыль? Почему бы не создать партию, которая бы защищала их интересы и считалась бы русской, российской, пророссийской? То есть, ничего же такого не было. Были прозападные националисты. Слишком сложно для фарцовщиков. То есть, все-таки, вот есть дилемма, некоторые называют бухгалтерами, фарцовщиками. Бухгалтеры – это либералы во власти, это их менеджеры, исполнители. Это либералы, которые как бы управляют нашей экономикой сегодня. Это бухгалтеры. Ну, в хорошем случае, разумеется. Я не беру случай, типа, там, министра промышленности, который стал вице-премьером. А вот олигархи, которые как бы руководят процессом, ну, у них все довольно просто. То, что 8 лет Россия как бы наблюдала, дождалась реализации Минских соглашений, а потом вдруг начала СВО. В чем же здесь была загадка, почему? Почему это началось? Для кого это выгодно вот в этой фарцовочной элите? Или это невыгодно совсем? Нет, я прошу. Да. Ну, слушайте, вот я вам 8 лет говорю, я вас зарежу сейчас. И вы такой белый, пушистый, интеллигентный, говорит, давайте мы будем лучше торговать, давайте мы будем лучше вместе выпивать. Так это черномородины, вареники без границ, да? Вы, пожалуйста, не меня режьте, вы вот их режьте, там мы будем ссориться, здесь у нас с вами будет вечный праздник жизни, а потом я достаю ножку, уже начинаю вас резать. И вы в последний момент мою руку перехватываете, ну, чуть ли не залезая. Ну, где здесь удовольствие? Где здесь вообще замысел? Вы меня в последний момент перехватили, молодцы. Сейчас братва подбежит, будем вас резать дальше. Химическим оружием, да? Андрей Олегович, вот на Совете Безопасности, который транслировался не совсем в прямом эфире, но все же публично, при таком декоративном обсуждении признания для начала Донецкой Республики, именно глава СФР Сергей Нарышкин... Не комментируй совсем. Хорошо. Даже не касаюсь этого. Сергей Лавров, допустим. Не касаюсь. Абсолютно. Но... Я не даю никаких политических оценок руководителям моей страны. У меня есть президент, который является главнокомандующим. И пока идет война, я не ставлю никаких вопросов для него. Хорошо. А если брать таких парцовщиков и политиков, как Роман Абрамович, его по-прежнему присутствие среди так называемой элиты. Почему нельзя демонстративно дистанцироваться от них к Кремлю и сказать, все, это не наше. Ну, я же за Кремль не отвечаю. Ну, а как вы полагаете, с точки зрения специалистов дипломатии? Ну, при чем здесь Абрамович и дипломатия? Некоторые скульптуры экономят цветные металлы до сих пор. Есть ли надежда на то, что можно договориться с Западом и вернуть все назад? Положение? Нет. Такой надежды нет. Абсолютно. А тогда идет расчет, ну вот, допустим, идет противостояние. Оно должно закончиться когда-то. Какой мир в представлении наших руководителей должен быть за этим? Ну, если отбросить пропагандистские штампы. Вот в реальности. Вот Китай, допустим. Почему американцы считают, что мы несовместимы? Это их мнение, либо желание, и они стараются сделать все, чтобы наши страны не стали стратегическими союзниками? Или что-то мешает? Это, конечно, желание. У них есть, может быть, и мнение. Дело в том, что Соединенные Штаты очень большая и сложная страна, там очень много мнений всяких разных. Там разные школы и по Китаю, и по России, и так далее. То, что они о нас думают, они вольны думать, исходя из их опыта, там еще чего-то, и так далее, и так далее. Но, конечно же, Россия и Китай страны разные. И у России, и у Китая есть свои национальные интересы, которые, естественно, ни одна из сторон не собирается забывать. Только получилось так, что эти национальные интересы вполне совпадают в данную эпоху, особенно по отношению к Соединенным Штатам. То есть, вполне реально то, что, глядя на попытку хищников оторвать кусочка у того и у другого, большие, как бы это назвать-то, травоядные становятся в круг рогами в сторону нападающего и будут готовы обороняться, даже если они друг друга не совсем видят, как членов команды. Как китайцы говорят, спина к спине. Спина к спине. Рука об руку. Спиной к спине, да. То есть, это скорее желание американцев не допустить стратегического союза. Конечно. Они формируют информационное пространство всячески, сталкивая не только Россию и Китай, сталкивая Китай и Индию, сталкивая суннитов и шиитов и так далее, так далее, так далее. Это разделяя властвую, никто здесь не отменял. Американцы называют Китай своим стратегическим противником, но в то же время активно с ним могут сотрудничать, не вступая в такое противостояние, как с Россией, потому что Китай сильнее для них? Не понял. В чем вы говорили, что Россия стала слабая, и они нас начали есть? В чем основная, как вам кажется, слабость России, ну, по сравнению с тем же Китаем, который также, вроде как, ну, даже идеологически противостоит Америке? Ну, это две разные вещи. Китай сейчас, это, по сути, внутри Советский Союз, где есть направление развития, где есть управляющая сила в лице партии, где есть стратегия, причем она достаточно хорошо продекларирована, где есть экономическая стратегия, подтвержденная успехами и подтвержденная теми инвестициями, которые делаются. А Россия, после того, как она попала под гнет людей типа Горбачева, а потом типа Ельцина, ну, естественно, не могла сохранить того понимания себя, как великой державы, которая есть сейчас у Китая, и, по сути, была полуколонией, где ее финансовая система, ее культура, ее очень многие аспекты просто напрямую были контролированы, контролировались извне. То есть сравнивать даже нельзя. И вот то, что происходит сейчас, по сути, Россию заставили вновь обрести себя, Россию заставили, просто толкнули, разбудили, и я уже давно говорил, что проблема России не в том, что она сгорит в огне войны, а в том, что она сгниет. И нас долго варили как лягушку, и мы этого не видели, и еще бы несколько лет и сварили бы. Выросло бы еще одно поколение, которое бы вообще, так сказать, не имело никакой связи с национальными интересами, и эти национальные интересы растворились бы просто так. По поводу многонациональности, кстати, еще один негативный с точки зрения Запада, как вы указали момент, но так уж многонациональна Россия по сравнению с теми же Соединенными Штатами. Мы просто об этом постоянно говорим, но Советский Союз был еще более многонациональным. Но Соединенные Штаты не многонациональны совсем. Ну как? Там нет, конечно. Страна иммигрантов. Ну, там иммигранты не представляют собой географические группы, кроме того, что сейчас вот формируются, может быть, некоторые анклавы в городах, например, там китайские или другие. Или, например, по южному подбрюшью Соединенных Штатов просто резко увеличивается количество испаноговорящих, то, что Майами или Лос-Энджелес являются на самом деле испаноговорящими городами. От этого они не становятся неамериканскими городами. Просто процесс вот этого плавильного котла во многом остановился и не идет так, как это было, настолько эффективно. Но, тем не менее, в Соединенных Штатах перемешаны все и нет никаких областей, где доминируют, например, люди определенной культуры, говорящие на определенном языке, у которых тысячу лет была такая культура, и они здесь постоянно жили. У них есть самосознание, у них есть и географическая самоидентификация, язык и все остальное. Такого там нет. Нельзя сравнивать эти два варианта. — Геннадий Вячеславович, но если принять за гипотезу, что большинство населения, Россия, этнически русские, все-таки является ли Российской Федерации? — Я должен уточнить, что существует отличие между российским и международным правом, а по международному праву мононациональной страной является страна, в которой более 80% населения идентифицируют себя как принадлежащие к одному народу, к одной нации. У нас, если верить переписи 2021 года, хотя, честно говоря, не встречал людей, которые верят, а доля русских остается чуть выше 80%. То есть мы в международный стандарт мононациональной страны укладываем. По российским законам мы являемся многонациональной страной, потому что мы уважаем все народы, которые живут в России, которые являются русскими по культуре или стараются быть русскими по культуре время от времени. Это разница фундаментальная. В нашем понимании Америка не является многонациональной страной точно так же, как многонациональной страной является, например, Китай. Если вы китайцу будете рассказывать, что хайнца составляют более 80%, там, на самом деле, будет 90% населения Китая, он его вежливо пожмёт руку и будет искренне считать вас обычным белым идиотом. Потому что то, что называется хайнца, это примерно как советский народ. Потому что там есть много различных групп, которые даже говорят на разных языках. Не то, что они по-разному выглядят, они говорят по-разному языкам, на разных языках. И когда там, скажем, Николай Вавилов описывает структуру Китая как региональную структуру, он вначале обычно упоминает, что это на самом деле разные народы, и дальше старается об этом политкорректно не говорить. Это вот тот случай, когда действительно существует единая политическая общность людей. Как американцы говорят, единая политическая религия. Есть расовое разделение, расовое разделение, есть очень чётко. Любой опрос в любом американском программе, телевизионной программе. Отдельно кавказцы, но это считается белые, отдельно испаноговорящие, отдельно коренные индейцы, отдельно, как сейчас так предкорректно, афроамериканцы, и отдельно азиаты. Причём для того, чтобы белые выглядели поприличнее, к ним стали добавлять арабов, где-то в середине нулевых годов. Но это существует на уровне конкретных исследований. На уровне политическом это абсолютное табу даже упоминать об этом, в любой диаспоре. Это можно говорить намёками, но поскольку проблема остра, то все понимают малейший намёк на эту тему. Разбудили Россию. Действительно ли разбудили? Россию будет. Российская тусовочка, по-моему, как спала, так и спит и кричит, уйдите все. А кто меня пытается разбудить, тех я буду сражать за клевету на вооружённые силы. Ну а всё-таки что это такое? Попытка не то, что переобуться, как называют, да, а измениться? Руководство страны меняется идеологически? Либо это серия тактических ходов при сохранении абсолютно прежних либерально-капиталистических приоритетов? Руководство страны, во-первых, состоит из абсолютных прагматиков, во-вторых, оно очень неоднородное, вопрос в структуре руководства страны, его изменения этой структуры. И, кстати, насчёт прагматизма. А наши отношения с Китаем американцы просмотрели ещё и потому, что они, у меня ощущение, что они не заметили, что в ходе российско-китайского, господи, сотрудничества мы выпили друг у друга такое количество крови, что действительно стали практическими братьями. То есть российско-китайское сотрудничество вот в реальном, не вот газетном жанре, а в реальном жанре, оно лишено любых сантиментов, оно лишено любых иллюзий, оно лишено вообще любых предположений, скажем так. То есть за эти 30 лет обе стороны изучили друг друга как облупленных и относятся друг к другу с предельным прагматизмом, с предельным цинизмом, не только они к нам, но и к ним, но и в этом цинизме очень большая доля взаимного уважения, очень большая. Что касается нашей тусовки, у меня эта структура, она может измениться. Ну сейчас я все-таки надеюсь, что мы дождемся послания президента Российской Федерации. Надеюсь, что за этим посланием будут какие-то не просто правильные слова, но и правильные дела. Посмотрим. А если нет? Как было правильно сказано, надежда умирает последней, но если нет, то у нас еще 140, сколько там, 145 еще миллионов человек по официальной статистике. Еще есть куда двигаться со скоростью 600 тысяч человек в год. Считаете ли вы необходимым смену социально-экономического курса, необходимым именно для успешного сохранения в том числе правящей элиты? А может она продлить свое существование, нахождение власти при сохранении капиталистического порядка и капиталистического мировоззрения? Во-первых, капитализм бывает очень разный. Если вы китайцам объясните, что у них социализм, коммунизм, и если это практический бизнесмен, то он к вам отнесется тоже с большим юмором. Конституция, безусловно, капиталистической Германии зафиксирована, в основном законе у них так называется, что частная собственность священно-неприкосновенна, пока она служит интересам общества. А если она перестает служить интересам обществу, то в гробу ее общество видало в белых тапочках, вплоть до прямой национализации, в чем они так давно убедились на примере некоторых российских нефтяников. Это капитализм. Это капитализм. Просто это не колониальный колониализм, колониализм митрополии. Капитализм. Капитализм митрополии. А у нас он до сих пор колониальный. Потому что вы, когда вы экспортируете сырье, на это сырье покупаете продукцию обрабатывающей промышленности, оставляя добавленную стоимость белым, желтым или зеленым сахибам, то вы и есть колония. Это не важно, что у вас там выбор, что вы сами принимаете решение, это не важно. Если Запад налагает на Россию санкции, отодвигает ее от своих рынков, что получается Запад сам отказывается от этой колонии, дает ей независимость? Да, когда я перед тем, как я пытаюсь вас, в процессе вашего убивания, я отказываюсь от вас как от имущества. Потому что свое имущество не убивают. Но именно уничтожение является целью западных элит? Да, сегодня, конечно. И никто это, в общем, особо, по-моему, не скрывает. Просто, как бы, людям говорят, что их убьют, они не верят. Они продолжают про переговоры думать. Ну а, допустим, если представить невозможное, что замыслы западных элит случились, то тогда, а что они захотят сделать на этой территории? Ведь исторические примеры показывают, что это, в общем, попытки все обречены на неудачу и на очень тяжелые последствия для самого же Запада. Вы знаете, если мы выживали в нескольких смутах, это не означает, что мы будем выживать всегда. Вот в несколько эпизодов моей жизни, ну, просто я посчитал вероятность, грубо, медицинских эпизодов, вероятность моего доживания до сегодняшнего дня 15%. Была там 30 лет назад. Представить себе, что я буду жить вечно на основании того, что вот здесь пронесло, здесь пронесло и здесь подскочил, немножко глупо, правда? И когда говорят, мы всегда побеждали в столкновениях, всегда. Но это не значит, что это будет продолжаться всегда. Совсем не значит. А что касается перспектив, ну, вы понимаете, в хорошем случае, посмотрите на сегодняшнюю Латвию, где там треть населения, скратилось непонятно куда, и сколько осталось, толком никто не знает. Посмотрите на сегодняшнюю Украину, в которой было 51 миллион человек, а сколько осталось, 25, тоже никто не знает. Вот. Ну и просто учтите, что условный Майдан на территории Российской Федерации будет хуже, чем на Украине. Потому что у нас есть межнациональные проблемы. У них не было. Меж конфессиональные. Андрей Олегович, а вот фактор ядерного сдерживания. Некоторые эксперты полагают, что пока у нас есть ядерное оружие, ну, ничего с нами не сделать. Ну, если мы готовы его применять, то, конечно, нет. У Советского Союза было ядерное оружие, и кому-то помогло. Кстати, да, интересный момент. Но сегодня, в общем, официальные лица говорят о том, что да, мы готовы применить. Кто это? Дмитрий Анатольевич Медведев периодически. Нет, он этого не говорил. Нет. Он делает намеки в Твиттере, при чтении которого уже три моих знакомых стали проповедниками такими сильными здорового образа жизни. Апокалипсис. Ну, это как бы читателям Твиттера воспринимается за чистую монету. Телеграмма, Телеграмма. Телеграмма, да, пардон. Твиттер, Твиттер отключен. Нет, он там тоже спорится, или там поздравляет Илона Маска, как я видел, еще с кем-то. В общем, работает по многим сразу направлениям. Ну, никто, я ни от кого не слышал, что они открыто говорят, что надо применять ядерное оружие. Это Запад в рамках психологической войны обвиняет наше руководство в этой готовности. Но простите, пожалуйста, то, что на вас клевещут в рамках психологической войны, это не значит, что это правда. Запад долгое время говорил, что Россия вторглась на Украину, и в конце концов... Да-да-да, в Лаге погибло 60 миллионов человек. А как один мой неплохой знакомый, историк по профессии, кандидат исторических наук, рассказал по радио, что Сталин лично репрессировал полтора миллиарда человек только на территории Российской Федерации за два года. А в Катыни этих несчастных поляков расстреляли советские НКВДшники? Ну, конечно. Андрей Олегович, как вы полагаете, чья информационная машина сильнее, хотя бы по эффекту на нас, западная или российская? Чья пропаганда лучше, чья эффективнее? Вот что значит пропаганда, слушайте. Ну вот мы сейчас... Отвечу на вопрос вашими же словами. А вы сейчас, Фейка, какую пропаганду обсуждали? Про готовность российского руководства примить ядерное оружие, нашей или западной? Как выяснилось, я ответ на ваш вопрос. Оба. Вот это. Нет, нет, у нас не было такого. Ответ на ваш вопрос. Дополнения будут по этому вопросу? Нет. Но все-таки ядерное оружие, оно защищает наш суверенитет, ну, в его таком фундаментальном... Фундаментально. Очевидно защищает. Очевидно защищает. Если бы его не было, нас давно бы разобрали на части уже. Запад может первой пойти на применение тактического ядерного? Может. Почему только тактического? Любого. Ну, тогда же будет неприемлемый ущерб и для него. Никто же не говорит, что когда-то башку не сорвет кому-то. Но это все-таки с учетом того, что если кому-то сорвет башку. То есть, так вот, варианта Хиросима-Нагасаки невозможно, да, представить? Ну, почему? Возможно. Очень даже возможно. Мы же тогда ответим сразу же. Ну, они же все равно надеются на то, что что-то произойдет в их пользу, если они начнут это делать. Они надеются. Понимаете, в чем дело? Мы ответим. А вот ответят ли они, это большой вопрос. Если они первые наносят удар, мы отвечаем, а дальше уже... Кто вам сказал, что отвечать будем мы, а не они? Интересный заход. Что касается, опять-таки, элит. Вот в этом актуальном противостоянии, которое, ну, как Михаил Геннадьевич считает, началось после окончательного заявления об отрицании определенных западных современных ценностей, все-таки часть наших предпринимателей, часть даже тех, кого называемые политики, не готовы, скажем так, существовать в постоянной парадигме вот этого противостояния Запада и России. Российский Майдан, да, или вот такая революция снизу с участием западных центров силы и центров влияния. Она, на ваш взгляд, возможна, потому что одно время очень провластные политики говорили, что, ну, это практически вот уже создавались массовые контрреволюционные противооранжевые движения типа наших. Сегодня как-то эта тема, ну, периодически возникает, многие говорят, что нет, у нас, как бы, ситуация неблагоприятна для вот такого, скажем, сценария нового государственного переворота. Не по украинскому сценарию, не даже по сценарию 91-го года. Слушайте, что значит государственный переворот во время войны? Я просто, очень сложно мне представить вообще эту сущность, а кто будет... Были же попытки покушения на Гитлера, были... О, ну, слушайте, давайте не будем мешать Гитлера... Февральская революция была. Да, февральская революция, кстати. Любой, любой, любой Майдан, любой переворот предполагает то, что во власти есть группировка, которая готова им воспользоваться и которая им, по сути, руководит. Да, и вот отсюда надо исходить. Я не вижу сейчас возможности какой-то группировки, а тем более какого-то Майдана а-ля пять лет назад или так далее в перспективе воюющей страны и армии, которая в данный момент активно занимается боевыми действиями. Не вижу. Может, я не понимаю чего-то, но вот я как-то не особо могу представить данный момент. То есть, недовольным фарцовщикам все равно кажется прагматичнее и полезнее сидеть тихо. А либеральный Майдан невозможен даже теоретически. Вообще, в принципе. Эта лавочка закрылась навсегда. Потому что у него нет массовой поддержки? Они стали врагами народа. Фарцовщики все. Фарцовщики забыли про фарцовщиков. Они только в финансово-экономическом блоке остались руководством. Они не могут повлиять на другие блоки и просто проплатить вот эту попытку? Вопросы власти деньгами не решаются. В чем тогда смысл продолжающегося политического закручивания гаек? Почему бы тогда не дать больше свободе политики? Вы видите закручивание гаек? Вы меня извините, конечно. Но вот я человек, который участвовал в создании этого государства в начале 90-х годов. Если честно, я закручивания гаек не вижу. Есть истерика по этому поводу. Это есть. Есть декламация. Есть. Есть даже законы. Опять же, от кого? Да, но простите, законы или не применяются, или почти не применяются. Так уж на самом деле. Понимаете, когда в ближнем Подмосковье заборы по пути следования электричества, были электрички, расписаны совершенно нецензурными высказами в адресу Верховного главнокомандующего. Это не реагируют никакие власти. Тебе понадобилось смехательство депутата Государственной Думы, чтобы поставили двух трудолюбивых соотечественников все это дело замазать. И замазали так, что все равно посвечивали. Здесь какое завинчивание гаек? Как же выборы? Какие выборы? Выборы проходят нормально? Нормально. С электронной системой голосования скоро будет. Как в электронной системе голосования выбор могут пройти ненормально. А, подождите, за электронную систему голосования, за ее честность, поручался человек с той однозначной кристальной репутацией, как Алексей Алексеевич Венедиктов. Он, он один агент, по-моему, бывший главред Эхо Москвы. Можно, конечно, предположить, что господин Венедиктов решил в очередной раз обмануть всех и в порядке исключения один раз сказать правду. Можно это предположить, но это очень сильная гипотеза. Убийственная ирония. Кого ж она убийствует? Элла Панфилова, что ли? Венедиктова. Кстати, а чем он сейчас занимается? Неизвестно. Господи, а какая разница? А какая разница? Кому он нужен, этот Васька? Ну, стеклотарус дает, наверное, где-нибудь. В хайфе, если денег хватило. Если не хватило, ну, где-нибудь попроще. Все-таки вот эти новые обязательные шаблоны догмы Запада, о чем вы вначале говорили, они больше, скажем, используются, может быть, для пропагандистских целей, или западные общества уже до конца пронизаны? Вот прямо совсем традиционализм тот, даже европейский консервативный, католический, протестантский традиционализм, он уничтожен? Этой новой идеологией трансгуманизма? Ну, так в кавычках называя ее. Продукт, новый продукт для еды глобального капитализма готов уже? Здесь немножко по-другому. Просто произошло очень глубокое изменение, и новые технологии делают-таки нового человека. Что касается традиционалистов, то в Европе они проигрывают все войны на протяжении уже больше ста лет. Раз за раз. Тоже не означает, что будут проигрывать всегда, но пока. Ну, а мы, делая ставку на пропаганду и поддержку традиционных ценностей во всем мире, в рамках, в том числе, антиколониальной войны, что мы как бы рассчитываем, вернее, делаем ставку сами на слабую сторону? Почему слабую сторону? Вы, наоборот, сильная сторона. У нас все нормально. Мы не меняем пол. Когда там пятилетнему мальчику или девочке решили, что нужно платье одеть, тут бежит, так сказать, ювенальная юстиция и говорит, он надел платье, пора пол менять. Ну, слушайте, давайте не будем идиотизмом заниматься. У нас с ювенальной юстицией есть другие проблемы. Другого характера. Ну, есть очень большие проблемы, ювенальный террор – это ужасно, но в данном случае, если что-то подобное у нас произойдет, то все будет в порядке. Слава Богу. Да, слава Богу. То есть, у нас выстроен, своего рода, цивилизационный барьер между нами и Западом, и мы уже, получается, развиваемся... Да нет, просто они сошли с ума, мы еще нет. Но Россия колония или нет? Экономически. Правили ее так называют? Экономически колония политически нет, поэтому у нас сочетание вот этих вот двух принципиально разных вещей, и сейчас маятник качается. Идет процесс деколонизации со всеми его перипетиями. Как он проходил в Африке, можно посмотреть. С какими издержками. То есть, мы движемся, что... Нет, 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 просто процесс деколонизации – это болезненный процесс. Можно посмотреть, как проходила деколонизация в ходе гражданской войны в Российской Федерации. То, что мы тактично именуем гражданской войной, гражданской войны не было. Это была интервенция, в чистом виде. Можно посмотреть, как она шла в Китае. Можно посмотреть, как у других. Как она шла в Америке, кстати говоря, в XVIII веке. Ой, блин, как она там шла. Там столицу сожгли пару раз, по-моему. Один-то раз точно. Так что это все процесс неприятный. Это скользить вниз. Наклонный, очень комфортно и замечательно, пока о камне не шмякнешься. А вот лезть наверх – это болезненно. На самом деле, мы-то наверх еще не начали лезть. При сохранении нынешней, опять в кавычках, элиты... Она не может сохраниться. Это последний ее год. По-хорошему, либо по-последному, это ее последний год. Андрей Легчев, вы согласны с таким прогнозом по времени? Ну, я могу немножко, так сказать... Ну, последние два года. Последние два года. Опять же, есть ли такая динамика будет сохраняться? До президентских выборов в следующем году. Нет, слушайте, почему здесь выбор? Выборы вообще ни при чем. Многие ожидают, что они будут... Или их раньше сделают, или перенесут, или вообще пока отменят. Вы думаете, все пойдет по плану? Вы знаете, вот когда вот слышишь вот такое вот экспертное осуждение, очень полезно задать вопрос. А вы похмеляться не пробовали? Очень эффективно. Это примерно... А зачем? Ответ из той же серии... А зачем? По поводу того, кто читает Телеграм Медведева, да? Нет, зачем переносить выбор? Просто зачем? Смысл? Ну, я бы отменил выбор на время проведения специальной военной операции. Это была соответствующая инициатива. Но потом выяснилось, что я был неправ, потому что спецоперация оказалась растянутой, как не всякая война растягивается. А в этих условиях уже, так сказать, выбор отменять не следует. Запад может оказать какое-то радикальное вмешательство российского выбора в 2024 году? Нет. Потому что не хочет или не может технически? Потому что не может. Страница перевернута. Ну, теоретически, конечно, можно себе представить. У нас электронное голосование. Понятно, что у нас все железо... Ну, некоторая часть железа американская, китайская, некоторая часть программы американские и так далее. Ну, можно себе представить, что что-то будет. Но, понимаете, если результат будет неправдоподобным... Ну, второй раз проведут выборы, ничего страшного. Неправдоподобным в каком плане? Победит Ксюша Собчак. То есть, невероятно. Так же не бывает. Невероятно. У нас такие законы принимают иногда по части сбора персональных данных. Действительно возникает вопрос, кто будет проводить следующий выбор. Кстати, вот эта история с указом. О том, что данные о доходах депутатов, чиновников не надо публиковать в интернете, а потом заявление со стороны Единой России, что мы все равно будем, значит, публиковать. То есть, нарушение указа президента. Это что такое? Нет, нет, нет. В указе президента очень четко зафиксировано, что данные о доходах не публикуются на официальных сайтах и не опубликуются официальными средствами массовой информации. Пожалуйста, на личном сайте сколько угодно. Я вообще подозреваю. Этот пункт, понимаете, там пункт первый. Это пункт, по-моему, Ж или З. В три строчки. И его такое ощущение, что он туда возник. В общем, как-то, знаете, подсунули, что называется. Я такое ощущение. Что, можно тогда подвести итог? Рубикон пройден, точка невозврата пройдена. Осталось выяснить, в какую сторону. Да. Но Андрей Олегович считает, что сторона понятна, да? То есть, мы идем в сторону деколонизации и усиления суверенитета. Очевидно. Мы идем в сторону деколонизации, вопрос, достаточно ли скорость. Успеем ли. А не станем ли мы вдруг такой же экономической колонией Китая? Отвязались от Запада и попадем в китайские объятия? Нет, понимаете, здесь ситуация очень простая. Все мои знакомые, которым приходилось выбирать, между тем, быть младшими партнерами китайцев или быть рабами американцев, выбирали быть рабами американцев. Нужно значительно большей степени свободы. В китайских объятиях вы не будете вариться медленно, как лягушка. В китайских объятиях все будет сразу, очень жестко, очень просто. И поэтому это будет жестко и просто положено к конец. Китайцы в этом уже убедились не раз, не давай, не 50. Но чтобы не быть ни рабом, ни вассалом, а быть сувереном, нам нужно все-таки изменить экономическую систему с капитализма на социализм или возможные капиталистические рельсы? Вы знаете, капитализм кончился в мире. Социализм еще не начинался. Потому что как сделаем, так и будет. То есть мы все в каком-то промежутке историческом. Мы сейчас занимаемся историческим творчеством, даже если мы просто щи варим на кухне. И дело предельно болезненно. И когда мы будем оглядываться на следующие два года, мы будем думать, господи, как все это было. Я думаю, сейчас самое время пригласить наших зрителей на авторскую конференцию Фонда экономических исследований Михаила Хазина, которая посвящена теме «Что делать в 2023 году?». В конференции помимо Михаила Хазина примут участие Коренек Геворгян и Дмитрий Евстафьев. Будет обсужден в том числе кейс нынешнего кризиса, его отличие от предыдущих кризисов 1991, 1998, 2008 годов, стратегии бизнеса. Все, что вы хотели узнать и даже еще не собирались, будет освещаться на этой конференции. Подробная информация и возможность приобрести билеты есть по ссылке в описании к этому видео. Главный элемент рекламы, коллеги, вам расскажут детально и подробно, какого калибра в спиннинг нужно приобретать к будущему политическому сезону. Важное замечание от Михаила Делягина. Конференция состоится 25 февраля. Приглашаем подробности по ссылке. Как раз после послания президента, если я, конечно, не ошибаюсь. Но вырисовывается совершенно новая, доработанная концепция. Мы завершаем наш эфир. С нами в студии был Михаил Делягин, Андрей Безруков и ведущий информационный, политический обозреватель информационного агентства «Аврора» Федор Бирюков. Не забывайте подписываться на канал «Радио Аврора». Всего доброго. Счастливо. Счастливо.